Привет, мои биатлонные друзья! Всех со стартом нового сезона, пока еще всероссийского, но традиционно летний чемпионат России по биатлону, который проходит в заключительной декаде сентября, ознаменует именно старт следующего сезона, в данном случае 2021. Прежде чем рассказывать об индивидуальных гонках, которые прошли сегодня, хотел бы чуть вернуться к предыдущему выпуску, я сказал как раз о том, как офис СБР пытается влиять на состав делегатов тренерского совета, и там высказал предположение, что за этими звонками Барнашова и Мелехова может стоять Алексей Нуждов, один из самых влиятельных людей в российском биатлоне, но это было предположение, и данную информацию я проверил, то есть несколько источников мне сказали, что такая информация не подтверждается, то есть Нуждов в данном случае не проводит никаких вмешательств, и к этому процессу не имеет никакого отношения, поэтому считаю необходимым этот момент уточнить, чтобы не складывалось какое-то неверное впечатление. Тренерский совет будет очень интересный, мне понравилось то, что Виктор Майгуров в эфире у Дмитрия Рыбьякова сказал о том, что решения тренерского совета на 99% должны приниматься правлением СБР, потому что это очень важный орган. С другой стороны, важно также будет избрать председателя тренерского совета, я пока не владею в полной мере информацией, кто будет претендовать на эту роль, пока эту должность занимает Евгений Редькин, может быть он останется, может быть изберут другого председателя, но в любом случае это тоже будет важный момент, который будет обсуждаться на повестке дня. Теперь, собственно, переходим к гонкам и хочу рассказать о том, что у женщин группа Михаила Шашилова оказалась наголову сильнее своих соперниц, это и по объективным, и по субъективным причинам. Субъективное в том, что три сильнейших биатлонистки, не тренировавшиеся с Шашиловым, не выступали на этих соревнованиях, Екатерина Юрлова-Перхт находится в Австрии, и ей сложно пересекать границу ЕС и России. То же самое, Лариса Куклина приехала, но почувствовала недомогание, поэтому не выступала. Ну а судьба Кристины Рецовой пока остается загадочной. Дмитрий Губерниев, тем не менее, сделал непрозрачный намек, и есть определенные, скажем так, мысли по поводу того, что там происходит с Кристиной, но пока дождемся официальной информации, не будем обсуждать неподтвержденные какие-то слухи и предположения. Что касается результатов, то очень удивило, скажем так, выступление Виктории Сливко. Да, она специалист по индивидуальным гонкам, это ее коронная дисциплина, но кто бы мог предположить, что и на лыжне она покажет третий результат. И при этом совсем немного уступит лучшим в лыжном ходе Ирине Казакевич и Светлане Мироновой. Причем весь последний круг слегка продержалась за Мироновой, не отстала от нее, навязала борьбу и сумела отстоять свое лидерство в заочном противостоянии с Екатериной Глазыриной, которую тоже можно назвать специалисткой по индивидуальной гонке. У Мироновой сегодня бронза с тремя кругами штрафа и, в общем-то, то, что она выиграла, по ходу дистанции отыграла этот минутный гандикап у Сливко, это скорее плюс Сливко, чем Мироновой, потому что в обычном состоянии Светлана бежит намного быстрее, а здесь, ну, можно порадоваться, что есть какие-то положительные результаты совместной работы Михаила Шашиловой и Виктории Сливко. Совершенно не очевидно было ее приглашение, но я думаю, что Шашилов прислушался, может быть, и к советам Андрея Падина, который вел до этого Вику. И, в общем-то, два тренера являются единомышленниками во многим вопросам и сторонниками, скажем так, упорных тренировок. И, в целом, если еще не считать вот эту досадную оплошность Тамары Ворониной, которая стреляла по чужой мишени из положения стоя, то она бы также попала в пятерку лучших, и здесь полностью все те, кто тренировался Шашиловым, четвертое место Ирина Казакевич, Воронина тогда была бы пятой, точнее, третий даже была бы, да, обошла бы Миронова. Ну, в общем, смысл в том, что эти спортсменки подтвердили свой уровень. Хотя, конечно, есть и Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко, которые справились чуть хуже, но, тем не менее, в целом, сборная свой класс подтвердила. Первый официальный старт это был для Татьяны Акимовой. Начала она гонку прямо очень неплохо, но потом немножко стала терять скорость на лыжне, что, в принципе, для нее характерно было всегда. Но для начала неплохой результат, то есть видно, что есть у нее определенный запас, есть возможность развиваться, но тем более она в сборной ничего места пока не занимает, тренируется под началом Николая Лопухова и идет дальше. То, что Кристина Ильченко показала, один из лучших результатов на лыжне, но слабо стреляла, это не новость. К тому же она всегда хорошо выглядит на лыжероллерах, но потом зимой показывает более скромные результаты, поэтому рассматривать ее в качестве кандидатки в национальную команду тоже считаю преждевременным. Что касается мужчин, то там тоже были свои потери. Ну, во-первых, в стартовых протоколах так и не были обнаружены именитые Максим Цветков, Дмитрий Малышко, которые попали, скажем так, в непростую карьерную ситуацию. Александр Логинов на старт не вышел, но ожидается, что он примет участие в спринте. И причина все те же самые проблемы с локтем. Ну и выиграл Семен Сучилов, как и два года назад. Причем два года назад он победил с тремя минутами штрафа. Сейчас ему хватило двух, но мог бы он, наверное, еще раз промахнуться. Показал один из лучших результатов ходом после Петра Пащенко. И, в общем-то, вот эти хантамансистские ребята оказались сильнее многих, но при этом мы знаем, что Сучилов, насколько он хорош на внутрироссийских стартах, настолько же блеклый и невнятно выступает в Европе. И даже на кубках Абью там была у него одна победа, но не более того. Каких-то выдающихся прорывов мы и наблюдали. Второе место занял Максим Елисеев, который занимался самостоятельно в этом сезоне. Ну и, в общем-то, выступил он в свою силу. То есть, ход показал неплохой, но не прям-таки сильно выдающийся. Ну и замкнул тройку лучших с чистой стрельбой Малиновский Игорь, который был самым именитым, самым титулованным нашим юниором, но последние годы не может себя найти. И, как показала эта гонка, в скорости у него по-прежнему большие проблемы. Он не попал даже в тридцатку лучших по чистому ходу. И только за счет чистой стрельбы зашел на пьедестал. Но в спринте ему даже с нулями будет тяжело в десятку попасть. Поэтому, конечно, и речи не может идти о том, чтобы там Малиновский мог рассматриваться на выступления на Кубке Мира. В остальном, ветераны наши, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, по которым стали возникать вопросы о способности их выступать на Кубке Мира вообще, тоже не впечатлили. И в скоростном плане выступили достаточно средне. Ну, неплохо, неплохо проявил себя Латыпов. Вот, Карим Халили тоже, в общем-то, так средненько. Ну, и поэтому каких-то особых таких моментов тоже выделить сложно. Единственное, что долгое время высокое место занимал Владимир Симаков, наш ветеран, 35-летний спортсмен. Я не так внимательно смотрел стартовый протокол, но полагаю, что это стареющий на сегодня биатлонист в обойме всероссийского биатлона. И, в общем-то, он не ударил в грязь лицом. Ну, и стоит отметить также в заключение самый громкий трансферный переход этого межсезонья внутрироссийский Полина Шевнина перешла из Ленинградской области в Московскую. Если кто-то забыл, то возник чуть менее двух лет назад у нее конфликтная ситуация. Возникла с подругой по команде Анастасией Шевченко. Конфликт был настолько горячим, что спортсменок пришлось отстранять от соревнований. Ту же Шевнину быстро перевезли в Россию. Впоследствии она была дисквалифицирована, федерация биатлона Свердловской области, и уже не могла за нее выступать. Но руководители СБР взяли ее на поруки. И сначала Владимир Драчев устроил в Лену область, а теперь и Алексей Нуждов взял в свой регион. Видимо, вот чем-то считают они ценой эту спортсменку. И московская команда теперь, команда Московской области будет даже полноценную эстафетную четверку набирать. Вот таким был первый день. Далее будут спринты, возможно, какие-то изменения. Но, тем не менее, интересно будет понаблюдать и оценить, кто в каком состоянии. Но, опять же, подчеркиваю, далеко идущих выводов делать не стоит, потому что это все контрольный срез, а не какие-то отборочные соревнования. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.